Всем доброго дня. Председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович примет участие во втором саммите Россия-Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Также в рамках саммита комиссия проведет сессию ЕС Африка – горизонты сотрудничества, в которой примут участие министр по интеграции макроэкономики ЕЭК Сергей Глазев, заместитель председателя правительства Российской Федерации, председатель совета ЕЭК Алексей Аверчук и другие спикеры. Ссылку на трансляцию ищите в комментариях. В России устранено препятствие в сфере госзакупок промышленных товаров. Ранее комиссия провела мониторинг исполнения Российской Федерации права Союза и подготовила заключение о наличии препятствия с признаками барьера. В частности, при поставке товара заказчику поставщик должен был предоставить документы, подтверждающие страну происхождения товара, на основании которых осуществляется включение сведений в Евразийский реестр. Вопрос о квалификации барьера рассматривался на заседании коллегии ЕЭК в конце прошлого года, и российская сторона выразила готовность устранить выявленные несоответствия праву ЕС до включения этого препятствия в реестр. Российская сторона выполнила свои обязательства и приняла постановление правительства номер 889, которое исключает требования к участникам госзакупок предоставлять документы, подтверждающие страну происхождение товара. Документ вступил в силу с 1 июня 2023 года. Таким образом, дополнительные требования устранены. О документах, которые проходят общественные обсуждения на правовом портале. До 2 августа продлится обсуждение инициативы российской стороны о повышении ставок возных таможенных пошлин в отношении отдельных видов радиоэлектронной продукции. В настоящее время ставки составляют от 0 до 10% от таможенной стоимости. Их предлагается повысить до размера от 3 до 13%. До 22 августа продлится обсуждение изменений в правила регулирования обращения ветеринарных лекарственных средств на таможенной территории Союза. И до 8 сентября продлится обсуждение проекта решения о техническом регламенте о безопасности строительных материалов и изделий. Просим всех заинтересованных лиц направлять свои замечания и предложения. К свежей статистике Союза. В январе-мая текущего года ВВП ЕС составил 41,5 триллионов российских рублей и снизился на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост ВВП отмечался в Армении более чем на 12%, в Казахстане на 5% и в Кыргызстане на 4,6%. Промышленное производство в Союзе за 5 месяцев составило 44 триллиона российских рублей и выросло почти на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост наблюдался во всех государствах членах. Вместе с тем, самый большой в Республике Беларусь более чем на 4%. В структуре промышленного производства Союза наибольший удельный вес занимала обрабатывающая промышленность свыше 65%. Ее доля увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% пункта. Производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС увеличилось на 3,2% и составило 2,5 триллиона российских рублей. Наибольший рост наблюдался также в Республике Беларусь на 5,4%. Объем выполненных строительных работ вырос на 9,2% и составил 4,8 триллионов российских рублей. Наибольший рост зафиксирован в Армении более чем на 47%. Рост жилищного строительства отмечен в Армении и Казахстане. И в январе-мая 2023 года объем перевозок пассажиров составил 5,7 миллиардов человек, что на 8,4% больше, чем в январе-мая 2022 года. Переходим к вашим вопросам. Беларусь 1. Как продвигается работа по созданию механизмов финансирования проектной промышленной кооперации в ЕАЭС. В настоящее время блок министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕАЭК Артака Камаляна работает над проектом положения о порядке отбора кооперационных проектов и механизме финансового содействия при их реализации. Ожидается, что документ будет представлен на рассмотрение межправсовета осенью. Остановлюсь на ключевых моментах. Основное условие, согласованное главами государств, в кооперационном проекте должны участвовать три и более государства-члена. Большинство государств на сегодняшний день поддерживают компенсацию в размере 100% ключевой ставки национальных центральных банков под реализацию кооперационных проектов. Но этот вопрос требует окончательного согласования. Также речь идет о поддержке проектов на протяжении пяти лет. Но это не ограничивает сроки реализации самих проектов, которые могут составлять и более пяти лет. В проекте положения предложено исходить из формирования перечня инициатив и далее рассматривать Советом ЕЭК по мере подготовки такого перечня два раза в год. Еще раз подчеркну, что работа со сторонами продолжается, и финальную редакцию документа мы увидим осенью. Беларусь сегодня. Как сообщается в СМИ, Российский союз кожевенников и обувщиков обратился в Совет Федерации с просьбой ограничить использование обозначений эко-кожа, веганская кожа и эко-мех. Рассматривался ли этот вопрос на площадке ЕЭК. В 2022 году в комиссию по этому вопросу обратились представители бизнеса, участники Евразийской технологической платформы «Промышленные технологии и легкая промышленность». Департамент промышленной политики ЕЭК проработал этот вопрос, а также изучил международную практику. В ведущих странах производителях обуви – Италии, Бразилии, Португалии – применение таких терминов уже исключено, так как кожа может быть только животного происхождения. Полагаем, что урегулирование данного вопроса будет способствовать достоверной коммерческой практике и устранит почву для введения в заблуждение потребителей кожаных изделий. Добавлю, что Департамент технического регулирования и аккредитации комиссии провел научно-исследовательскую работу, по итогам которой были подготовлены предложения по внесению соответствующих изменений в технические регламенты, предусматривающие уточнение терминологии в отношении изделий из кожи и их заменителей. Эти предложения направлены в государственные органы стран Союза для рассмотрения и подготовки предложений о внесении изменений в технические регламенты. Комиссия ожидает предложения от сторон. Работа будет продолжена. Спутник. Ранее сообщалось, что в этом году граждане стран ЕС получат право самостоятельно вставать на миграционный учет в Российской Федерации. Когда начнет действовать новый порядок и как он будет работать? Новый порядок начнет действовать 26 октября текущего года, когда вступит в силу дополнение федерального закона о миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Новыми нормами определено, что право самостоятельно направлять уведомления в российский орган миграционного учета получат иностранцы, у которых, во-первых, есть личный кабинет на едином портале госуслуг, а во-вторых, имеется регистрация в единой системе идентификации и аутентификации, если они же смогут сами сообщить и о прибытии своих несовершеннолетних детей. Есть еще одно условие. Принимающий иностранца, собственник жилого помещения тоже должен иметь личный кабинет на едином портале и быть зарегистрирован в системе. Таким образом, заполненные иностранным гражданином в личном кабинете электронная форма уведомления о прибытии поступит на согласование в личный кабинет принимающего. При его согласии уведомление будет автоматически передано в орган миграционного учета. В случае несогласия уведомление о прибытии будет возвращено в личный кабинет иностранца. Сведения о постановке иностранного гражданина и его несовершеннолетних детей на учет по месту пребывания иностранец и принимающий его россиянин получит также через единый портал. В личный кабинет иностранного гражданина поступит отрывная часть уведомления о прибытии, подписанная усиленной квалифицированной подписью должностного лица, а в личный кабинет принимающей стороны сообщение о постановке иностранца на учет по адресу, предоставленную ему для проживания жилья. Интерфакс. В какой стадии согласования находится внесение изменений в договор о ЕАЭС, позволяющих на наднациональном уровне перейти к взиманию НДС с товаров, продаваемых на маркетплейсах по стране потребителей? В настоящее время Департамент финансовой политики ЕАЭК проводит совещание с участием уполномоченных органов сторон по доработке проекта изменений в договор о ЕАЭС. На сегодняшний день есть концептуально одобренная редакция документа. При этом остаются неурегулированными вопросы, по которым к настоящему времени удалось достичь договоренности на экспертном уровне. В частности, речь идет об исчислении уплаты НДС в бюджет операторам электронной торговой площадки по операциям внутри страны, а также по товарам под акцизной группы по обмену информации между налоговыми органами. Вместе с тем остается неурегулированным вопрос о возложении на оператора электронной торговой площадки обязанностей по администрированию операций продавцов из третьих стран. На 17-18 августа текущего года запланировано очное обсуждение проекта документа на уровне экспертов и заместителей руководителей налоговых и таможенных органов для выработки согласованного подхода. Напомню, что проект изменений в договор о Союзе позволит привести право Союза в соответствие с общемировой практикой, когда налогообложение осуществляется в стране назначения и избавит электронные торговые площадки от двойного налогообложения. Ожидается, что новый режим заработает в 2024 году. Интерфакс. Какова позиция комиссии относительно предложения обязать маркетплейсы исчислять, удерживать и перечислять НДС в бюджет по операциям продавцов из третьих стран? Как я говорила ранее, комиссия не может не принимать во внимание обеспокоенность государств членам тем фактом, что зарубежные продавцы реализуют товары физическим лицам через электронные торговые площадки, обладая конкурентными преимуществами по отношению к локальным продавцам, поскольку те не уплачивают НДС. Полагаем целесообразным создавать равные конкурентные условия между продавцами из Союза и продавцами из третьих стран. Вместе с тем, этот вопрос требует дополнительного обсуждения и проработки с государствами-членами и с представителями бизнеса, чтобы оценить последствия влияния такого решения на объемы реализации и ценообразования необходимых населению товаров, особенно не имеющих аналогов на территории Союза. Надеемся на скорейшие достижения консенсуса по данному вопросу, тем более, что комиссии подготовлены и направлены в страны для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания изменения в Таможенный кодекс Союза, согласно которым налогообложение ввоза товаров на территорию Союза будет осуществляться в соответствии с национальным законодательством государств-членов Союза. На этом у нас все. Всем хорошего дня.